Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шлафаст. Все самые интересные события прошедшей недели в нашем выпуске. По всем требованиям ФИФА строительство стадиона «Самара-Арена» стало одним из главных вопросов рабочей поездки в Самару первого вице-премьера России Игоря Шувалова. Как идет возведение объекта вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, Игорь Шувалов проверил настрой площадки. Говорили и о развитии транспортной инфраструктуры. О том, какое наследие оставит чемпионат, репортаж Марины Кравцовой. Вопрос решен. Генподрядчиком строительства стадиона «Самара-Арена» остается ПСО «Казань». При этом вся документация передается на федеральный уровень, так же, как и с другими стадионами, строящимися к чемпионату в России. Предельная стоимость работ по спортообъекту – 18 миллиардов 200 миллионов рублей. Сэкономить удастся на внутренней отделке помещений, в том числе ВИП-ложь. Чтобы вернуться в график, подрядчик пообещал ускорить стемпы. Подрядчик берет на себя обязательство ускорить сейчас работы на объекте. Больше выставить техники и людей. Нагнать все сроки к ноябрю. Проектная документация передается Министерству спорта. Проектная документация будет в тех пределах, в которых это возможно, упрощена. С тем, чтобы сэкономить на неподрядных работах. Завершить строительство подрядчики должны к концу 2017-го. Экономия не повлияет на итоговые параметры и функционал стадиона. Весь каркас сделан. О чем речь идет? Самое важное сделано. Самое важное сделано. Основа вся сделана. Все заинтересованы, чтобы стадион был хорош. Здесь будут проводиться четвертьфинальные матчи. Здесь будет играть сборная России. Третий матч после Москвы, Питера в Самаре. И понятно, что стадион будет соответствовать всем абсолютно требованиям. Как отметил Игорь Шувалов, подготовка к чемпионату в Самаре идет неплохо. По некоторым объектам даже с опережением графика. В хорошем состоянии гостиничный фонд строятся дороги и развязки. Важно, какое наследие ставит мировое футбольное первенство жителям города. Вообще мы заинтересованы в том, чтобы город получил обновление, совершенно другую городскую среду. И мы будем для этого совместно стараться. И федеральное правительство, и правительство Самарской области. В очень хорошем состоянии аэропорт. Один из современнейших в мире, я могу сказать, функционален, удобен для пассажиров. В центре внимания и организация железнодорожного сообщения по маршруту Самара-Курумыч-Тольятти. Этот вопрос также обсуждали на совещании. Работу в этом направлении областные власти ведут с железной дорогой и Министерством транспорта России. Есть интересные проекты, которые могут быть реализованы с участием иностранных инвесторов. Этот проект должен воплотиться в жизнь и без привязки к Мундиалю. Марина Кравцова, События. Новый сквер появится в Самаре на Новосадовой. Его оборудуют в рамках комплексного ремонта улицы. Здесь установят лавочки, беседки, высадят деревья и кустарники. О том, что должно появиться в парке, советуются жителями. Как и когда преобразится Новосадовая, расскажет Алина Чемерес. Из одного парка в другой будут попадать жители, переходя улицу Новосадовая. На участке, который разделяет проезжую часть, уже сняли грунт, выложили плитку, нанесли разметку. Здесь еще работает спецтехника. Каким будет новый сквер, уже можно представить. Пешеходная зона, велосипедные дорожки и места, где будут установлены декоративные архитектурные композиции, почти готовы. В новом парке уже установлены два вот таких кольца. Возможно, будет и третий. В центре внимания самарцев конкретно вот эта декоративная конструкция. Что будет внутри нее, сейчас решают на сайте путем интернет-голосования. Клумба, беседка, мостик для влюбленных или декоративная альпийская горка. Сейчас лидирует последняя. Парк на Новосадовой подобен тому, что на Маломосковской. Его площадь вместе с газонами и тротуарами около 70 тысяч квадратных метров. Сквер протянется от третьей просеки до заправки около Самарского университета. Уже в этом году здесь появится порядка трех тысяч кустарников. Также планируют высадить около 600 деревьев, березы, клёны, туи. Чтобы жители могли наслаждаться отдыхом в новом парке, установят порядка 60 лавочек. К территории, которую предстоит превратить в живописное место для прогулок, подрядчики относятся бережно. Все максимально сохранили, сделали автополив. Половину где-то автополива сделали. Закладные под освещение. И сейчас идем от улицы Третья Просека в эту сторону. Делаем подготовку под посадку газона. Было несколько выходов, как с министром, с подрядчиками проходили. Что-то проявили, корректировали, как считаем, более лучше. С людьми, которые здесь гуляют, так же совещались, общались, что хотят больше увидеть. Есть замечания, отрабатывают, меняют в рабочем порядке все. Новый сквер благоустраивают в рамках капитального ремонта улицы Новосадовая. Одновременно обновляют дорожное полотно, устанавливают освещение, оборудуют парковки. Также ремонтируют улицы Дублеры. Комплексные обновления Новосадовой начали в прошлом году. Закончить планируют в следующем. На это направили более миллиарда рублей. Благоустройство сквера стартовало в мае, завершится к зиме. Жители уже радуются обновлением. Когда было раньше, никакого сравнения. Сейчас, посмотрите, даже сейчас уже красиво выглядит все. Я думаю, когда все это застроят, все сделают, вообще будет обалденно красиво. Как будет называться новый сквер, пока не решили. Возможно, вариант предложат жители. Алина Чемерис, Ангелина Капустянская, Дмитрий Мешканцов. События. Самарские предприниматели все больше внимания уделяют благоустройству возле зданий своих предприятий. Когда вокруг чистые растут цветы, тогда и бизнес процветает. Город от этого только выигрывает. Каждый такой уголок становится настоящим украшением Самары. Об одном из таких примеров в железнодорожном районе расскажет Олег Зверев. Сделано со вкусом, причем не только внутри, но и снаружи. Так, с недавних пор в микрорайоне стали отзываться о кулинарии. Здание еще советских времен и раньше пользовалось популярностью. Уже много лет здесь обслуживают жители окрестных кварталов. А теперь его практически полностью перестроили. Кроме того, руководству позаботилось и о благоустройстве территории, решив внести свой вклад в реализацию городской программы «Цветущий город». Если мы реконструкцию сделали здание, то нужно и прилегающую территорию тоже благоустроить. Здесь положили плитку, сделали дорогу, сделали дорогу к садику, чтобы детей вели по нормальной дороге, посадили цветы и сделали парковку. В итоге получился дворик европейского типа. По словам руководства предприятия, после того, как комплекс работ на прилегающей территории был выполнен, и бизнес пошел в гору. К зданию удобно подойти, рядом есть парковка, банкетный зал и вовсе перешел в разряд престижных. Теперь к праздничному меню добавился и фактор внешнего комфорта. Быстро-быстро, такая красота, и люди довольны, счастливы. Как бы вот у нас же спальный микрорайон, и сейчас как бы это у нас культурный центр. Я вам хочу сказать, эти красивые здания, вокруг здания очень хорошо. А еще, по словам местных жителей, было бы хорошо, если бы такие же работы проводились на каждом подобном предприятии. Денег на это требуется не так много, зато город становится лучше. А потому многие считают важным принять за правила, занимаешь территорию, изволь позаботиться о благоустройстве. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Доступность Самарского пляжа на Некрасовском спуске оценили участники автопробега «Города по Волжье». Это представители Всероссийского общества инвалидов из Москвы. На протяжении двух недель они путешествуют от столицы через Пензу, Самару, Тольятти, Казань и Нижний Новгород. Главная задача автопробега – оценить доступность мест общего пользования для маломобильных граждан. Чем делегацию удивили в Самаре, узнал Павел Бымаков. Объехали полстраны, но такого, говорят участники автопробега, еще не видели. Ольга Абукова много лет передвигается с помощью костылей, но всю жизнь, говорит женщина, обожала плавать. Вот только получалось это в последнее время лишь в бассейне. О купании в реке на свежем воздухе только мечтала. Первый раз видим такой доступный пляж. Мы в восторге. Мы завидуем по-доброму, завидуем, как правильно сказать, самарчанам, да, самарчанам, инвалидам, которые могут попасть вот и поплавать в Волге, насладиться. Здорово, здорово у вас. Продумано все здорово. Мечта стала реальностью благодаря специальному креслу для купания маломобильных граждан. Пока это экспериментальная импортная модель здесь в единственном экземпляре. Кроме того, есть и специальные плавательные матрасы. С их помощью купание также становится более доступным. Но работает весь этот механизм, конечно же, благодаря человеку. На протяжении всего дня с 10 утра до 8 вечера людям помогают волонтеры. Мы пересаживаем людей с инвалидного кресла на коляску, которая может спускаться по воде. И предоставляем шезлонги, чтобы отдыхающие приходили и могли, ну, было больше удобства для них. Хочется помогать людям, общаться с ними. Кроме того, на специально оборудованной площадке есть раздевалка, душ и туалет. А спуск к пляжу оборудован специальным пандусом, который участники автопробега также опробовали. Ну, вот такие объекты, как мы сегодня, вот посмотрели пляж. Это очень важно вот для нас знать и видеть, поскольку такой опыт, он должен быть перенят другими регионами. Данный пляж, он нас, так сказать, потряс, поскольку это реально, а сделано по всем международным стандартам. И очень приятно, что такой вот объект имеется вот в Самаре. Пляжей для маломобильных граждан в России немного. В администрации Самары скурпулезно подошли к его благоустройству. С момента открытия 25 июня все замечания и пожелания будут вносить в специальную тетрадь. В планах также оборудовать и другие спуски. А участникам автопробега предстоит объехать еще несколько городов и оценить их успехи. Павел Баймаков, Екатерина Шишмарова, Станислав Левин. События. Повышенная влажность на перекрестке улиц Тухачевского и Партизанской. В железнодорожном районе по графику банный день для остановок и тротуаров. Три раза в месяц бригады рабочих делают влажную уборку. Марианна Мирная не упустила возможность и тоже освежилась в жаркий день. В 30-ти градусную жару очень приятно оказаться под водопадом. В Самаре под импровизированный душ можно попасть практически где угодно. Например, на остановке общественного транспорта. Дорожный пылесос мгновенно загребает мусор и не оставляет после себя ни пылинки. Остановки общественного транспорта моют каждые 7 дней дороги через день. Чистой водой смывают пыль, грязь и мелкий мусор. Ну вот в КамАЗ выходит 8 кубов воды на метр тротуара. То есть основной к 1 литр выходит воды у нас. Вот считать, 8 тысяч квадратных метров примерно. Ну это практически на все остановки. У нас их 10-3 остановки практически. Почти хватает на все остановки. Ну это больше, где где грязнее, где больше, особенно после дождей. На мылу бывает песка много, бывает больше воды. Ресурсов для содержания города в чистоте хватает. В МП благоустройство в день на работу выходит 363 человека и 176 единиц техники. При уборке подходим комплексно. То есть задействована здесь и малогабаритная техника, и техника, которая содержит проезжую часть. Все это, согласно технологии, смывается, сметается в приладковую часть. А дальше проходит пылесос по приладковой части. И весь этот мусор, который смели, подмели, собирает пылесос. Предприятие благоустройства работает в две смены. Первая с 8 утра и до 17 вечера. В это время убирают мусор, стригут газоны, обрезают ветки и вырубают поросль. Ночью техники выходит в два раза больше, чтобы не мешать жителям. Утром улицы уже выглядят опрятными. Техники хватает с лихвой. В 2015 году были закуплены новые машины. И теперь спецтехники ОМП благоустройства на 20% больше. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. А вот в поселке Курумыч ситуация с горячей водой напряженная. Объявленный режим чрезвычайной ситуации. Жителям приходится принимать холодный душ, а работники котельной отказываются включать оборудование, опасаясь за свое здоровье. Ситуация разбиралась Марина Матвейшина. Утро Зинаиды Никитиной начинается не с кофе. Прежде чем готовить завтрак, женщины греют воду. Меры вынуждены. Вот уже две недели в кране нет горячей воды. Наливаю в кастрюльку, ставлю на плитку, потому что так, как у меня инвалид первой группы, постоянно его мою я, он лежачий парализован. Целый день девчата видят, я стираю пеленки, стираю это, то и делаю. Но холодной водой, конечно, руки болят уже. Без горячей воды в поселке Курумыч остались две девятиэтажки, общежитий и два детсада. В день отключения воды, 27 июня, на подъездах появились объявления с открытой датой, до устранения неполадок. Эти, если дома 25 и 27, у них есть хотя бы газ, у нас газа нет. Мы стоим на электричестве. То есть у нас не только сейчас горячей воды нет, но если мы включаем электричество, кипятильник, греем воду, у нас вышибает пробки. То есть наше общежитие, то и глядив, залетит из-за того, что у нас плохое электричество. В котельной, которая и снабжает поселок горячей водой, непривычно тихо. Она не работает. 27 числа работники привычным жестом разожгли горелки и почувствовали весьма ощутимый хлопок. Небольшой взрыв газа. Больше разжигать горелки они не решились. Использование опасное. Может произойти непосредственно взрыв горелочного устройства. Эти горелочные устройства работают без автоматики. Автоматизации вообще нет. Нагораются они от запального устройства и вручную все это открывается. Оборудование давно пора менять, признаются работники. Оно выработало уже два своих срока, а именно 50 лет. Еще в 2006 году Роспотребнадзор выписал предписание о замене горелочных устройств. Оно очень дорогостоящее. Это оборудование. Потому что где-то в районе 20 миллионов, он сказал. Таких денег из года в год не было возможности выделять. Выделялись небольшие суммы на текущий ремонт. Дабы не сорвать начало отопительного сезона. Сейчас в поселке Курумыч объявлен режим чрезвычайной ситуации. На комиссии в администрации поселения принято единственно верное решение – модернизация котельной. На ней завязано отопление всего поселка. Здесь живут 6 тысяч человек. Сейчас специалисты рассчитывают точную стоимость, ищут деньги и планируют начать реконструкцию хотя бы одного котла. Запустить котельную полностью обещают до 1 октября. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Фальшивый розыгрыш в сети неизвестны и воспользовались именем телеканала «Самара ГИС» в сомнительной акции, призом которой была якобы однокомнатная квартира в новостройке. Организаторы сообщили, что победителей розыгрыша назовут в прямом эфире нашего телеканала. Но «Самара ГИС» отношения к этой акции не имеет. Подробности в репортаже Алины Чемерес. Сделать репост и выиграть однокомнатную квартиру. Этот розыгрыш в интернете собрал сотни участников. Неудивительно. Организаторы обещали жилье в новом доме площадью почти 50 квадратных метров. Компанию застройщика прорекламировали на совесть. Расписали в красках. Удобная планировка, охраняемый двор, близость к торговым центрам. Однако сотрудников фирмы, чьей квартирой обещали щедро одарить победителя информацией об акции. Искренне удивило. Это мошенничество какое-то. Застройщик никакие розыгрыши не проводит. Нас никто не ставил в известность. Мы случайно так же узнали, нам позвонили люди и сказали. Вот вы разыгрываете, мы стали искать и нашли. Это неправда. Мы не разыгрываем никакие квартиры однокомнатные. Организаторы акции сообщили. Имя счастливчика назовут 3 сентября в прямом эфире нашего канала. В действительности телекомпания «Самара ГИС» никакого отношения к этому розыгрышу не имеет. Когда компания, которая старается вести открытую, честную информационную политику, открытую, честную политику экономическую, втягивается в какие-то мошеннические действия против своей воли, это, конечно, досадно. С другой стороны, но во всем плохом есть, наверное, элементы хорошего. Знаете, раз нашим именем пользуются, значит, мы популярны. На вопрос, на каком основании в розыгрыше фигурируют названия нашей телекомпании, организаторы заявили, произошла глобальная ошибка. Акция, мол, должна была пройти в другом городе, а на канал «Самара ГИС» указал заказчик розыгрыша. Вопрос, как можно было перепутать города и кто этот самый заказчик, остался без ответа. Эксперты уверены, якобы безобидная акция в соцсети – только вершина айсберга. Те, кто попался на крючок, вполне могли стать жертвами мошенников. Всякое мошенничество строится поэтапно, как вела Стаббендер. То есть, скажем, первые шаги и вторые. Люди должны расположить к себе потерпевших потенциальных, показать, что все спокойно, все нормально. А потом следующее требование будет – деньги, 100%. Обычно так строятся финансовые пирамиды, когда объявляют различные конкурсы. Но для получения конкурса обычно говорят – пришлите нам 2000 рублей, либо 5000 рублей, мы выплатим вам комиссионный сбор и так далее. То есть, это такие дела уголовные были уже в Тольятти. После того, как организаторам акции посыпались вопросы, объявления о розыгрыше удалили. Вскоре с просторов интернета исчезло и само сообщество. Чтобы наши телезрители не пострадали от рук мошенников, сообщаем. Вся информация об акциях, которые проводит телеканал «Самары ГИС», всегда размещается на нашем сайте и в официальных группах в соцсетях. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Дмитрий Мешканцов. События. Самарские охотники на лис были признанными лучшими в мире. В норвежском городе Осло завершилось юношеское первенство среди радиопеленгаторов. Ведь лиса в этом случае не животные, как можно было бы подумать. О спорте, который вошел в моду еще в начале прошлого века и не выходит из моды до сих пор, смотрите в нашем следующем сюжете. Паша Першиц – талантливый охотник на лис. При этом ни одно животное от его ружья не пострадало. Потому как и ружья у него нет, да и лисами еще с 20-х годов называют армейские радиопеленгаторы. Тогда же в Великобритании и появился такой вид спорта, как охота на лис. В СССР он прижился только в 60-х. Сегодня в России у него немного поклонников, но те, что есть, профессионалы мирового класса. Павел Першиц и его команда привезли в Самару Победу. На юношеском первенстве в столице Норвегии – Осло. Они набрали больше всех очков и прошли дистанции за кратчайшее время. Победа – не повод останавливаться на достигнутом, поэтому тренировки у ребят продолжаются. Тем более, что столкнувшись со сложностями, нужна дополнительная подготовка. В Норвегических лесах очень много болот, камней, очень сложно бегать, очень много гор, разный рельеф. Бежишь, дышишь свежим воздухом и получаешь полезный опыт – не спорт, а удовольствие. В охоту на лис мальчика несколько лет назад привел отец. Сыном-победителем гордится, но, конечно, по-отечески переживает, ведь спорт связан с травматизмом. В Норвегии последний раз был, залез в колючки, хотел сократить путь, залез в колючки, в крапиву, ободрался, все щипет, прибежал, весь красный, по локоть в крови. Ну, ничего, бегает нормально, нравится, ничего этого не боится. Тренер команды Алексей Абрамов почти 30 лет воспитывает новые поколения радиопеленгистов. Сам начинал, когда аппаратура весила десятки килограммов, и тащить ее приходилось вдвоем. Одно дело, я вот эту штучку прячу, я ее закопал в листе, и все, это рядом повесил, там, кипят, для отметки. Тут надо двух человек спрятать с кучей техники. Ну, это кто как, кто под маскировочную сетку, кто под листву, кто как мог, чтобы лишний раз не демаскировать. Паша Першец в юношеских соревнованиях принимал участие в последний раз. Ему 16, а значит, дальше его ждет уже профессиональный спорт, где конкуренция высока. Поэтому все лето он планирует провести в тренировках, чтобы попасть во взрослую сборную. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Самарская гармония выиграла всемирные хоровые игры. Хор девушек из музыкальной школы имени Чайковского завоевал золотую медаль в категории «Детские хоры». Эмоциями героя соревнований поделились с Сергеем Кизоркиным. Екатерина Курганова поет в гармонии два года. Девушка давно мечтала выступать в хоре, а когда узнала, что в музыкальной школе Чайковского готовится к грандиозному событию в жизни певцов, всемирным хоровым играм в Сочи записалась на репетиции. Я слышала об этом сплоченном коллективе, и мне было интересно, любопытно, каково это, когда возле себя 40 девчонок, с которыми ты можешь путешествовать, петь по всему миру, и им это нравится. И тоже захотелось испытать такие же ощущения. Всемирные хоровые игры проходят в девятый раз. В этом году в Сочи 72 страны представили свои коллективы в номинациях – молодежные, женские, мужские, смешанные, народные и камерные хоры. Самарская гармония завоевала первое место в детской категории. Конкуренцию им составили 24 команды. Особенно поволноваться на сцене самарчанок заставили китаянки, итальянки и немки. Соперники были сильнейшие. Мы боялись китайцев, потому что китайцы очень техничные, они очень современные, и они в тренде. Мы очень доволены своим результатом. Мы к нему шли очень долго и рассчитывали, что он оценится высоко. Всемирные хоровые игры дают возможность показать себя коллективом разной жанровой направленности – от вокальной полифонии джаза до фольклора и духовного песнопения. Самарская гармония готова вновь участвовать в соревнованиях и защитить свой титул лучшего детского хора в мире. Дальнейшие наши планы через два года будут такие игры проходить в Южноафриканской республике. Наша мечта там – поучаствовать. И чтобы нам помогли, чтобы мы долетели туда. Еще один секрет победы гармонии – талисман хора. Сын руководителя Екатерины Поповой. Во время награждения Петр от счастья исполнил танец американской поп-звезды Майкла Джексона. По воспоминаниям самарских хористок весь стадион ревел от восторга. На платформе вокзала Петр станцевал специально и для зрителей телеканала «Самара ГИС». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Погрузиться в антураж 19 века и выпить чашечку кофе с дворянского стола можно в историческом доме на набережной, где открылся выставочный зал Русского географического общества. В атмосферу Старой Самары окунулась и наша съемочная группа. Музыка, костюмы, предметы быта – все соответствуют концу 19 века. В знаменитом доме на набережной открылся выставочный зал Самарского отделения Русского географического общества. Проект посвящен 165-летию Самарской губернии. Авторы воссоздали образ Старой Самары. Можно полюбоваться полотнами самарского художника Николая Шишина с заповедными уголками Старого города. Увидеть интерактивную выставку с вкусным названием «Чай по-купечески», «Кофе по-дворянски». Выставка в своем роде уникальна. Большинство предметов быта – подлинные, они любезно предоставлены самарскими коллекционерами. А вот эта тарелка круглая, она особенная. Если обратиться внимание на сколы, потому что это подлинный раритет, здесь можно заключить, что этот фарфор имеет особенность. Это так называемый бисквитный фарфор. Уникальность выставки и в том, что все экспонаты можно не только рассмотреть, но и потрогать. А угощение, украшающие стол, еще и попробовать. Все под музыку старинных инструментов конца 19 века. А любители экстрима в историческом подземелье «Дом на набережной» могут пройти квест с пугающими сюрпризами и головоломками. Мы рассчитываем, что люди, которые приедут к нам не только на чемпионат, но и в последующем и то мероприятие, они будут посещать это место и смотреть, познавать нашу историю, нашу культуру, то, что было в традициях именно Самары. Окунуться в атмосферу купеческой Самары смогут не только жители города, но и иностранные туристы, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Олег Зверев, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения, отличных выходных. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!